В Лобинске на площади возле кинотеатра «Восход» развернулось масштабное мероприятие. Сегодня не только в России празднуется День молодежи, но и во всем мире. Чем отличается этот праздник? Тем, что, конечно же, мы все всегда за толерантность, за терпение к представителям различных национальностей. Да и сегодня наши команды, конечно, представляют молодежь различных национальностей, различной культуры. Поэтому мы всегда за мир, за дружбу. И сегодня делаем акцент на нашу планету дружбы. В общем-то, Лобинский район, лобинская молодежь живет под таким девизом. Ничто так не объединяет, как спорт. В Лондоне завершились Олимпийские игры. А Лобинское управление по делам молодежи устроило для детей и подростков города и района собственную Олимпиаду «Лобинск-2012». Это спорт, это спорт, это спорт, стальные нервы. Если я владел ударом в этой партии, ты первая. Это жизнь, жизнь моя, это улица и двор. Если ты в тяну на спорт... Мы решили не отставать и провести свою, Лобинскую Олимпиаду. И выявить своих чемпионов. Открыть Олимпиаду обычно доверяют спортсмену, достигшему выдающихся результатов. В Лобинске таким человеком оказалась чемпионка России по дзюдо Инга Рожкова. И факел сегодня зажженный, пусть пламенем дружбы горит. И лозунг «Мир всем народом» на празднике в нашем звучит. Я стала многократной чемпионкой краевых соревнований. У меня было много южно-федеральных округов, которые я брала. И первенство России, где я заняла первое место. Обязательно, мне кажется, надо заниматься спортом. Когда человек занимается спортом, его много знают, он ездит везде. И он время зря не тратит. Детям и подросткам предстояло помериться силами в различных спортивных состязаниях. Ребята показали свое мастерство в роллер-спорте, забрасывании мяча в баскетбольное кольцо. Особой популярностью этим вечером пользовались настольные игры и командные виды спорта. Также жители города и района познакомились с новым для Лобинска видом спорта под названием «Алтимат». Это командная игра, цель которой передать летающий диск игроку своей команды. Тренеры считают, что у этой игры большое будущее. Этот вид спорта очень интересный, так как в него могут играть люди всех возрастов абсолютно. Люди любого роста, любого пола могут играть везде, так как он не требует специально подготовленных площадок и тренировки команд. Судя по тому, насколько заинтересованы молодые люди принимали участие в соревнованиях, организаторам праздника удалось достичь главных целей – сформировать партнерские отношения между разными поколениями, содействовать объединению молодежи и, конечно, популяризировать массовый спорт. Скучающих в этот день мы не увидели. Очень весело, задорно и можно развить свои способности спортивные. Я играл именно в настольный футбол и пришел сюда победить именно по нему. Я пришел сегодня на Международный день молодежи, потому что я люблю спорт, различные мини-игры, и тут все это проводится. В общем, пришли участвовать во всем этом. Какие праздники молодежи нужны? В завершении праздника победителям вручили Лобинские олимпийские медали и подарки. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.